Неудачное покушение на Дональда Трампа стало главным триггером для роста рынков в последние дни. Но здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, информация о покушении в деталях была публичной и лежала на ютубе более трех месяцев. То есть об этом говорили, об этом знали и этот видеоролик, где в деталях информация о данном покушении была рассказана, я вам и покажу. Ну и также, друзья, самое главное, мы поговорим с вами про перспективы финансовых рынков, связанных, собственно, с этим неудачным покушением. Потому что в последние дни очень много позитива и возникает, конечно же, главный вопрос, а как долго этот позитив продлится и что на самом деле изменилось в связи с этим событием. В общем, обо всем по порядку. Предлагаю несколько секунд посмотреть видео, которое, я думаю, что каждый из вас уже посмотрел. Ну и покажу вам, как я и обещал, видеоролик, где об этом покушении говорилось в деталях. Достаточно трагичные кадры, потому что, насколько известно, несколько человек погибли. И вот ролик, который я вам обещал показать, где 3 месяца, 3 с чем-то месяца назад уже это видео успело набрать более миллиона, хотя там до этих событий оно набрало, может быть, 10 или 20 тысяч, ну в общем, какие-то копейки. Но когда всем стало понятно, что в деталях данный, значит, мужчина средних лет, в деталях описал происходящее. То есть 3 уже месяца в марте, 15 марта это было, то есть за 4 уже даже месяца, 4 месяца назад рассказывал про события. Или 3 апреля, май, июнь, июль, 4, друзья, 4 месяца. Нехитрая математика, но давайте посмотрим, что же такого нам рассказал. 30 секунд и ключевые тезисы, по традиции, я для вас переведу. То есть Трамп, по его словам, должен, значит, зажечь патриотизм, который будет распространяться по всей Америке. Что, собственно, мы видим в последнее время. И вот он предсказывает, что будет попытка покушения на Трампа, которая будет неудачной, и что единственное, что пострадает, это ухо Трампа. Причем достаточно конкретное ухо и с конкретными последствиями. Как на это реагирует, друзья, я, если честно, не знаю, но мы имеем с вами то, что имеем. То есть, конечно, наверное, если взять все прогнозы данного человека, то там их будет большое количество, но такая точность того, что он предсказал, она, конечно же, пугает. Но вот что мы с вами видели, и что этот человек нам рассказал, и к чему, собственно, это привело. Хотя вот Симпсоны, как вот многие знают, предсказали большое количество событий в мире. В частности, они спрогнозировали и предсказали президентство Трампа. Но вот в 2024 году, по их сценарию, Трамп должен был погибнуть. Хотя год еще не закончен, но вот попытка сделать этот прогноз сбывшимся, по крайней мере, пока что оказалась неудачной. Так вот, друзья, теперь же давайте поговорим с вами про главную тему моего YouTube канала. Это финансовые рынки, в частности, рынок криптовалют, который на ситуацию с Дональдом Трампом отреагировал бурным позитивом. И мы видим, как несколько дней рынок растет. Возникает вопрос у всех, что же будет дальше? Наверное, я вот сейчас думаю, стоит найти этого человека и спросить, сказать, что давай, ты более, как бы, пользу принеси обществу еще. Да, ты вот рассказал про Трампа, что же с биткоином будет, да, что с криптовалютами будет. Вот интересно было бы послушать. Но, друзья, прямого контакта, к сожалению, с этим персонажем, с этим человеком у меня нет. Поэтому придется по старинке говорить про шансы того, что же мы можем ожидать с большей вероятностью, а что мы можем ожидать с вероятностью меньшей. В общем, друзья, поговорим прямо сейчас про рынок криптовалют и про главные драйверы, которые, на мой персональный взгляд, и определят будущее движение цены. И начать свой спич на тему того, что же происходит сейчас на рынке, я хотел бы с демонстрации графика, который показывает нам разницу в динамике S&P 500, это такая оранжевая линия, и бары, это ETF-RSP, который показывает равновзвешенный индекс S&P 500, то есть где нет вот этого дислокации на отдельной компании. И что мы с вами видим? Что в этом году равновзвешенный индекс показывает прирост всего лишь 8%, в то время как S&P 500 показывает практически 20%. Для чего это нужно, друзья? Почему мы обращаем внимание на рынок фондовый, когда говорим с вами вроде как про рынок криптовалют? Да потому что рынок криптовалют и рынок фондовый являются рисковыми активами. И, собственно, фондовый рынок – это более большой рынок, и сантименты на этом рынке, которые мы можем более точно, на мой взгляд, оценить, показывают нам общее положение дел с рисковыми активами, как вот таким большим пластом активов в рамках инвестиционных портфелей широкой выборки инвесторов. Так вот, первое, что мы с вами должны на что обратить внимание, так это на достаточно явную диспропорцию в доходности, в динамике различных подклассов, различных компонентов в рамках вот этих вот индексов. Более того, друзья, если мы взглянем с вами, какой процент акций, собственно, сумел побить индекс S&P 500, то мы увидим, что это небольшая горстка, более 80% акций underperformят по отношению к индексу S&P 500, что, собственно, и не мудрено, когда мы смотрим с вами на этот график, где у нас показана вот эта вот динамика равнозвешенного индекса и, собственно, самого индекса S&P 500. Насколько устойчива данная дислокация капитала вы можете видеть, судить, по крайней мере, по графику на своих экранах. У нас аналогия с 2000 годом, когда компания Cisco, 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 да, интересно, название на русский язык, да, звучит, вот, составляла 5,5% ВВП Соединенных Штатов. На сегодняшний день компания Nvidia составляет 11,7%. Ну, явно что-то, да, что-то намекает на дислокацию, да, что есть какие-то дисбалансы, что это, наверное, не совсем правильно, не совсем устойчиво. То есть мы можем с вами констатировать, что эта ситуация, ну, она, как бы, далека от состояния какого-то такого органического тренда. Но что это означает для рынка? Это означает то, что как только эта дислокация начнет свою нормализацию, это приведет к давлению на рынок и, соответственно, к достаточно большим распродажам, так как компания Nvidia и там Magnificent 7 занимают львиную долю в рамках индексов как NASDAQ, так и S&P 500. Соответственно, нормализация, хотя бы даже небольшая этих процессов, которые мы с вами наблюдаем, приведет к достаточно серьезным распродажам, потому что в этих Magnificent 7, друзья, сидят не только, там дислокация не только в ETF, но еще и различных хеш-фондов, потому что если мы посмотрим на топ-компаний, которыми владеет хедж-фонды, это как раз-таки вот эти Magnificent 7. То есть, по сути, весь рынок заряжен вот в эти компании, что, собственно, и привело к вот этому состоянию, где 11,7% от ВВП составляет всего лишь одна компания. Следующее, друзья, что мы должны понимать, это то, что в связи с неудачным убийством Дональда Трампа и достаточно неплохой, опять-таки, в кавычках для рынков, неплохой, плохой для экономики, но неплохой для рынка макростатистикой на фоне, мы видим, что инвестиционные банки и инвесторы, в целом, значит, по рынку, начали прайсить достаточно агрессивное снижение и нормализацию монетарной политики, снижение ключевой процентной ставки и нормализацию политики со стороны ФРС. И к чему это, друзья, привело? Это привело к тому, что у нас уже практически нет ожиданий того, что ставка не изменится у нас, соответственно, в этом году. То есть, мы видим, что буквально месяц назад прайсили одно понижение, сейчас прайсят уже два и даже три понижения процентной ставки в этом году. То есть, то, что демократам кровь из носа нужен хоть какой-либо позитив, то есть, им нужно хоть что-то дать, потому что они на сегодняшний день, ну, вчистую проигрывают выборы, то есть, практически нет шансов на сегодняшний день у демократов победить, то есть, им нужно что-то, как-то эту ситуацию исправлять, соответственно, они будут давить на ФРС, чтобы тот снижал процентную ставку, но будут или нет, это мы сейчас, следующий слайд, я вам покажу, что мы должны понимать. То есть, ну, по крайней мере, рынок и инвестиционные банки закладывают уже, что вот, соответственно, денег будет больше и процесс нормализации начнется. Но это, друзья, уже в ценах. То есть, когда мы говорим с вами про изменение вероятности, мы говорим с вами, то есть, откуда эти вероятности берутся. Они берутся у нас, собственно, с срочного рынка, где есть различные деривативы, которые показывают будущий уровень процентных ставок. А это значит, эти вероятности берутся как раз-таки из этих цен. И то, что у нас поменялись вероятности, это означает то, что на рынке деривативов эти вероятности уже заложены в цены. А так как деривативы прасят все остальные цены, то есть, на всех рисковых активах, как бы потому что там существует вот эта вот формула дисконтированного денежного потока, куда уже интегрированы вот эти вот ставки со срочного рынка, то мы можем говорить, что это уже постфактум. То есть, это событие, оно, то, что у нас рынок пересчитал, это вот рост мы с вами видели, вот это уже у нас заложено в цены. То есть, это уже, собственно, фактические понижения ключевой процентной ставки уже толком никак и не будут влиять на цены, потому что они уже заложены. Вот. Ну, может быть, конечно же, какой-то позитив это принесет, но когда у нас рынок уже дисконтировал события, то факт наступления события, за редким исключением, опять-таки, с точки зрения вероятностей, не оказывает значительного влияния на цены. Но, друзья, еще один, значит, слайд, который я хотел бы вам показать, это что беспокоит людей на сегодняшний день. А их продолжает беспокоить растущая инфляция. То есть, люди не способны на сегодняшний день с текущим уровнем цен свести концы с концами. Соответственно, если же инфляция не будет побеждена, то есть, если же торможение не произойдет, значит, роста цен, то это выльется в очень серьезное социальное недовольство. И поэтому вот эти все ожидания и надежды, которые мы с вами строим с начала 2023 года, в общем-то, полтора года мы занимаемся этим с вами, когда же, когда же, да, когда же, когда же, значит, рынок прайсит, а вот когда, да, а потом через, там, две недели Паул выходит, и дулю с маслой, и все опять начинают пересчитывать. Напомню вам, что год мы начинали с ожидания 7 понижений ключевой процентной ставки ФРС в этом году. В итоге у нас к середине года оказалось, что примерно одно понижение, сейчас уже 2-3. Ну, то есть, вот эти качели, в этих качелях мы с вами живем. И никто точно не знает, когда это произойдет, потому что проблема инфляции до сих пор является одной из основных проблем в рамках экономики Соединенных Штатов. Поэтому вот тут непонятно, поддастся ли ФРС на уговоры демократов для того, чтобы все-таки снизить ставку, или же будет гнуть свою линию, понимая, что при таком дефиците бюджета, который демократы раздули, ну, невозможно понижать и проводить нормализацию своей монетарной политики, потому что иначе это повторение 70-х годов. И дальше там просто очень, ну, неконтролируемые процессы, то есть бананизация американской экономики. Это, ну, это очень страшные вещи, поэтому ФРС может на это не пойти. А к чему это приведет? Это приведет к тому, что вот все эти ожидания, они, соответственно, вновь будут пересчитываться. Теперь же, друзья, давайте поговорим про состояние инвесторов с точки зрения способности продолжать текущий аптренд. То есть сколько еще инвесторов находится не в состоянии лонг, и сколько у инвесторов в целом есть свободных денег для того, чтобы продолжать покупать. Так вот, с точки зрения сантимента, мы уже близки к экстремальным историческим значениям. То есть у нас количество людей, которые ожидают, как бы, некие продолжения роста по отношению к людям, которые ожидают снижения, оно рекордное. То есть у нас рынок находится де-факто в состоянии эйфории. Это не означает, что прямо сейчас мы должны падать. Это очень важно. То есть я не вот все вышеперечисленное, да, то есть как бы подвожу вас к определенной мысли. Но это задает некий потенциал. То есть сколько еще вот эта ситуация может продолжаться. Да, это не всегда пик, но потенциала, друзья, у нас не так уж и много. Более того, друзья, с точки зрения эйфории, это с точки зрения сантимента, а теперь с точки зрения количества денег. Вот, не знаю, сейчас попробую увеличить вот так вот. Значит, мы видим, что 15% у нас кэша по опросам среди инвесторов. И пиковые значения, друзья, это там в прошлый раз это было 13,7. До этого было 13,8. То есть еще там процент с небольшим инвесторы могут покупать. Ну, а дальше уже по историческим меркам кэша у инвесторов просто-напросто не будет для того, чтобы продолжать рост цен. В итоге, друзья, если мы вот вернемся с вами к рынку и попробуем понять вообще, что у нас, куда мы с вами двигаемся и насколько будущий аптренд, в котором мы де-факто, конечно же, сейчас находимся, то есть рынок оттолкнулся от своих минимальных значений и вошел в фазу роста, как долго эта фаза роста может продлиться. Ну вот кардинальным образом, друзья, особо-то ничего и не поменялось. Ну то есть да, у нас есть определенный позитив Трампом, да, у нас есть вот это вот Санта-Барбара с ФРС, но у нас практически весь рынок в лонгах и у нас практически нет денег, которые бы могли, новых денег, которые бы могли продолжить толкать цены вверх. Поэтому, друзья, итог таков, каков он есть. Ну то есть мы продолжаем расти, но потенциал у этого роста, на мой персональный взгляд, достаточно ограничен. Ну а что со всем этим делать, я детальнее рассказываю в своем инвестиционном клубе, ну а также в торговом чате, куда имеют доступ все мои студенты. Ну а как попасть ко мне на обучение и попасть в мой инвестиционный клуб, читайте в описании к этому видеоролику. А на этом, друзья, у меня, пожалуй, все. С вами был Андрей Михайлес. Ставьте лайки, если понравился обзор и подписывайтесь на мои каналы, как на YouTube-канал, так и на Telegram-канал. Увидимся, друзья. До новых встреч. Пока-пока.